Спартакиада по бадминтону среди воспитанников детско-юношеских школ Олимпийского резерва Республики Беларусь прошла в городе Надбугом. На протяжении четырех дней юные спортсмены в бескомпромиссной борьбе определяли лучших среди юношей и девушек, одиночек, а также в парных и смешанных разрядах. Сейчас проходит спартакиада девушек РБ по бадминтону в городе Бресте. 35 участников, 5 команд. Это две с Минска, Мозырь, Гомель и Брестская. Брестская школа. Вчера проходили мечты и Брестская школа ушла в отрыв. Наши представители – это лидеры Ларюшин и Захарова. Брестская школа бадминтона считается одной из самых сильных в стране. В числе лидеров спартакиады представители региона Илья, Ларюшин и юноша занимаются этим видом спорта порядка 8 лет. В копилку достижений успел положить с ней одну награду. Свою будущую жизнь без бадминтона не представляет и даже вывел в формулу успешного спортсмена, который стремится соответствовать. Он должен быть трудолюбимым, постоянно тренироваться упорно. Это главное, на мой взгляд. И все. Ну, должен быть хороший спарнинг-партнер, чтобы расти в уровне. У тебя есть такой? Да, вот, тренер Алексей Викторович. На турнир в Брест приехали юноши и девушки из разных уголков нашей страны. Кто-то впервые, некоторые город над Бугом посещали ранее. Ребята отмечают высокий уровень проведения и гостеприимство хозяев соревнований. Начал заниматься примерно с 10 лет. Ну, до сих пор занимаюсь. Понравился бадминтон тем, что это динамичный вид спорта. И, как бы, командный вид спорта мне более не по душе. А так, за его динамику я люблю этот вид спорта. Это уже второе или третье соревнования в вашем городе. Ну, становился на вашей арене уже призером и даже победителем. Бадминтон в Беларуси достаточно популярный вид спорта. Многие занимаются им не побед ради, а, как принято говорить, и для души. Что, безусловно, тоже полезно. Однако, те ребята, что выходили на брестские корты в рамках спартакиада, уверены. У бадминтона есть и профессиональное будущее. А значит, спортивное будущее и большие награды могут быть и у них самих. Анастасия Стропко, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.